У нас сегодня была запланирована обширная, гастрономическая, уличная такая программа. Дождь внес свои коррективы, но тем не менее, все состоится. И я с удовольствием представляю вам наших утренних гостей, которые сегодня отвечают за кулинарную часть программы. С нами Руслан Ягубов, повар и оператор гриль-бара, а также Евгений Абдеенко, собственно, функционал тот же. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, прежде всего, огромное вам спасибо за ваше мужество, потому что, ну, я думаю, у вас была с утра нормальная человеческая реакция. Мы посмотрели за окно и сказали, какое нафиг телевидение. Но, тем не менее, приехали, и это, конечно, поступок, который достоин всяческих похвал и уважения. Ну, и давайте быстро раскроем секреты нашей сегодняшней программы, что мы будем делать, что готовить и как это будет происходить. Сегодня будем жарить мясо на гриле и овощи на гриле. И будем жарить куриное филе. Вот такое вот красивое, замаринованное уже. Так, давайте сразу будем приступать. У нас, как я поняла, гриль уже готов к приготовлению на нем. Будем жарить купаты вот такие красивые. Ага. Мы прежде замариновали их, чтобы, так сказать, здесь на погоне на это не стоять. И еще что у нас? Шашлык. Шашлык, да. Тоже уже замаринованный. Друзья мои, отлично. С мясом мы разобрались, по крайней мере, с мясным репертуаром. Теперь хотелось бы поговорить вот об этой штуке, которая, мне кажется, приехала к нам прямо из каких-то американских комедий с заднего двора. Ну, немножко необычная конструкция. Можно рассекретить секреты технологий, чем вот этот гриль. Выглядно отличается от классических форм, к которым мы привыкли, там, я не знаю, на дачах, на пикниках. Ну, что бы такое, два кирпичика, там, шашлыки положили. Ну, он достаточно такой стандартный для отдыха. Можно открыть? Да, конечно, пожалуйста, открывайте. О, как тут все прекрасно. А почему вот вам удобнее именно на нем готовить? Почему вы именно его выбрали? Ну, потому что, смотрите, сокращается сразу время готовки, потому что накрывается крышка, создается температура. И мясо готовится быстрее, следовательно, сочнее получается. То есть на мангале сверху нет, ничего не закрывает, мясо надо готовить дольше. Руслан, можно я уже подключусь тут? У меня даже вот планшетик вроде как подойдет. Ребята, расскажите, пожалуйста, мясо, как замариновали предварительно? Каким образом, в каком столике? Ну, допустим, вот шашлык мы мариновали лук, соль, перец и приправа для шашлыка. Также идет масло туда. В филе куриное мы замариновали соевый соус, паприка и чеснок. Руслан, если говорить о влиянии маринада на качество конечного продукта, этому уделяет много внимания, слишком ли преувеличена вот эта история? Или маринад это вообще залог успеха? Я скажу так, если мясо вкусное, сочное, то... Его ничем не испортишь. Ребят, давайте выкладывать уже. Соль, перец и все будет вкусно. Все, понятно, классика жада. Давайте выкладывать у нас, уже, я понимаю, все готово для этого. Я знаю, что также вы вот овощи привезли у нас, они видны. С ними что будем делать? Также на гриле жарить? Мы будем, да, их нарезать и жарить на гриле. Там у нас кукурузка, цукини, картофель, болгарский перец, помидор. Картофель предварительно отваренный. Отваренный картофель? Ну, это же заранее, когда на природу едешь, лучше об этом подумать. Так, Руслан, что вы делаете? Решетку лучше смазать для того, чтобы мясо не прилипало и чтобы был красивый колер у нее. Это вот, знаете, как вот на решетке... Да, да, да. Умяси вот эти полосочки. Да, да, да. А почему вы делаете это луком, мне интересно? И с чем вы луком смачиваете? Во-первых, она обеззараживает решеточку. Ну, и удобно, чем нежели тряпочки какие-то. Это просто масло, вы в масло кунаете? Обычное масло, да, растительное. То есть, вот, выкладываем. Сейчас время пикников, и все это понятно. Вы постоянно работаете с шашлыками, с купатами, с теми же. Надоедает ли вам такая пища, или вы готовы ее есть каждый день? Нет, нет, ни в коем случае не надоедает. Я вообще не понимаю, как мясо, приготовленное на гриле, может надоесть. Ну, все может приесться. Не знаю, не знаю. Сколько необходимо лежать мясу там? Ну, допустим, шашлыку ему подольше надо. Мясо погрубее. Филе, оно нежное, мягкое, ему можно раньше вытащить. Купаты, соответственно, тоже, они быстрее готовятся, чем шашлык. Друзья мои, вот этот гриль, вот эта модель, это у вас такой выездной? Да, да, это выездная такая. А в горячих производственных буднях, чем вы пользуетесь, какое-то специальное оборудование? Да, есть также джосперы, есть яйцо, так называемое, гриль Эдж. Хорошо, друзья, первый шаг к успеху у нас сделан. Сейчас мы приедем.